всем привет сегодня 6 мая двадцать третьего года покажем еще раз дорогу от екатеринбурга только те до самого челябинска вкратце уже от екатеринбурга до поворота на косле показывали может быть полезно многим отдыхающим то есть тут несколько путей если на юг ехать то есть можно ехать и по перскому тракту грубо говоря новомосковскому а можно вот через им поверьте и все время по им 5 практически пилить до самара по крайней мере точно вот а можно и то дальше до им 4 5 пилить в общем сейчас проедем сейчас выезжаем на само м5 едем из-за рамиля пару населенных пунктов проедем и собственно танцевая сама трасса начнется у нас уже видите пассивная началась землю обрабатывает так будут на право так что поехали с нами проедитесь покажем и заправки каждом участке где есть плохая дорога там уже появилась хотя трассу ну а потом успеем на м5 там нас екатеринбург буквально километрах двух-трех то есть можешь сказать мы от екатеринбурга прям выезжаем и соответственно нам до челябинска ну до въезда сто семьдесят пять километров трассы я не пропал колповорот а ты куда-то екатеринбург видимо хотела а ты куда-то скажу так что дорога это недавно претерпела реконструкцию цель поля вот претерпела реконструкцию плане того что теперь она от челябинска до екатеринбурга полностью две раздельные по две полосы раздельная дорога это удобно это классно но есть участки где она подпортилась но это не те участки которые недавно реконструировали строили просто есть некоторые слабые места это вот как здесь не подалеку от заправки ваш нефть не знаю там какой-то косяк постоянно провалы видимо что-то природное связано это свернуть и ты можешь гулять но смотрите здесь уже есть принципе брачок продавленная дорога фурами наверное жару то есть есть колейность но эту дорогу я не знаю лет пять то точно наверно не трогали ну в принципе мы едем видите как и другие машинки не по колье в целом то ровненько все это камера установлена на столбах екатеринбурга примерно 20 километров а так надо учитывать что здесь еще свободно портативные камеры ставят повсюду поэтому тут лучше не превышать камеры реально ребят повсюду пока дорога хорошая кстати дорога она пролегает вот всякие множество населенных пунктов в основном конечно маленьких но везде можно свернуть везде есть магазины по дороге много заправок по дороге есть гостиницы ну не сказать что много прям гостиниц и кафешек но они есть при этом без бензина не останетесь без еды не останетесь без разлежки принципе не останетесь и блин красивые виды ё-моё значит ягодные грибные леса летом поля труда протяженности дороги ограничения официально до 90 бывают если там ремонт какие-то были 70 еще стоит а и еще единственные где поворотность сеть там мост там 50 знак поставили на вам покажу якобы там камерой с ну камеры нет думаю скоро поставят потому что там мало кто снижает и можно наверно денег там заработать двух на дороге можно купить венички различные кстати много их продают зимой здесь омывайку продают большом количестве летом еще грибы здесь ягоды продают в общем бизнес процветает так лукойл бензин 92 48 24 95 52 60 но это лукоша как бензин дороже конечно но мы едем в сторону челябинской области там бензин будет дешевле вроде вот сарловская челябинская область две области рядом тем более екатеринбург челябинском 170 километров до разделе а разница в бензине в цене на бензин тут существенное существенное живая рыба при том заправки здесь они на эти парами если на одной стороне и заправка там лукойл той на другой стороне будет если на одной стороне есть газпром то и на другой стороне из газпром бывший пост дпс сейчас здесь ничего нету а ну как нету есть мчс по он стоит помощь на дорогах что медицинская ну и поворот накатник вам если всех кстати вот кому надо закупиться либо еще кстати гостиница там есть можно здесь проехать дорога идет через два населенных пункта и идет параллельно трассе в конце концов вы выезжаете прямо на трассу ческос и поэтому в принципе нормальная тема в этом плане этот участок дороги прям с инфраструктурой хорош кстати вот 50 ограничений вот этот мост зачем-то сделали пока камеры нету но будет скоро ну и здесь же по той стороне плохое участок дороги почему-то и и даже вот недавно делали и она начинает разрушаться в тех же самых местах главное вот эта часть дороги но если ехать в сторону челябинска более-менее нормально то то дырявая при том там лучше ехать по левому крайнему ряду по которому обгоняют потому что как раз по правому там прям дырищем сейчас вот и не будет видно из-за ограждения так цены девяносто рой сорок шесть шестьдесят девяносто пятый сорок девять семьдесят пять на час не видно но и скажу так что эти ямы практически очень быстро практически заделывают они но все равно влететь там можно из-за чего он там образуется непонятно популярные кафешечка местная много народа останавливается начнут на дизельное топливо магистраль называется кстати видите птичка есть типа свои помидорки используют иногда я не могу совет дать по ней потому что я там не помню как-то давно давно ели недавно не посещали один из выездов серти и заезд на щелку он будет еще за машинка такая лично везет такое не габарит какой-то карка это просто да вот щелку это налево там тоже населенные пункты деревни в основном села ну там можно мясом закупиться нужно овощами закупиться гостиницу честно не скажу есть только в щелку не есть остальных маленьких деревенька вряд ли но интересная дорога живописника магазинов там много как сетевых так и не сетевых кафешки там тоже есть там есть столовые щелканье которые нам все советовали меня на канале если что есть видео с теми местами мы там ездим каждый даже населенный пункт объехали отдельно можете посмотреть пока дорога замечательная ровная разметочка шикарная и дедут мусор собрали мешки с мусором лежат должны забрать видимо пока едем кайфу 13 градусов по восьмого время днем обещают 24 градуса но 9 мая погода типа ухудшится придом сейчас слышали в санкт-петербурге якобы там снег ашу падает там еще чуть москве также мокрый пишите какая у вас там погода очень интересно сейчас ну и мы уже потихонечку начали блок строить планы куда поедем на юг пока рассматриваем дагестан чечня проехать и краснодарский краю на черное море искупаться пока но еще не знаем что мы себе утвердим так сказать кстати есть развороты на этой дороге вот он один из них но кстати на этих разворотах иногда камеры стоят на скорость заправочка 7 нефть 92 44 50 95 48 52 дешевеет постепенно чем из членовской области но я не знаю такая заправка на который я не заправлялся и газ барабан дальше еще будут газовые заправки и будет даже одна электричка электрическая выезды щелку на дорога здесь значит камера стоит которая верни 2 1 замеряет скорость это в конце тоже сравнивать скорость здесь отель смотрите сколько фур отель столовка переменной он несколько плюс там места для отдыха дальше есть красивое озеро имеется где много-много всегда рыбаков отдыхаешь на сколько фурдового что-то реально вкусная реально удобная кровать хотя не фору постам ночью вот это озеро кстати рыбаков чуть не видно обычно идут на лодку все стекает тут пейзаж вообще замечательный зимой особенно прям рыбаков ну и дальше у нас стоит вывеска которая покажет нашу скорость ну знатоки рыбаки рыбаки напишите что здесь ловится ну и скоро уже в челябинскую область будем езжать то есть мы на границе примерно с ростом челябинских областей заехали челябинскую область за слегка на шаг челябинск я послушаю организация меняется качество дороги сразу меняется но тут она более-менее еще нормальная там есть плохие участки только близ челябинска но посмотрим их возможно уже заделали а может и нет но пока все едем все круто сейчас мы еще за родителями да и заедем город снежинский и дальше пойдем заправочки с двух сторон сколько там цена 1 2 43 40 до 95 47 20 и здесь столовка есть можно покушать кафешечка в принципе машина останавливается раньше было невкусно на одной стороне на другой стороне тебе вкусно не знаю как сейчас на таки могут написать либо кто попробовал заехал мы едем дальше то есть можно и заправиться и покушать так-то цивильника плюс там магазин внутри что-то мостики стали вот порчиваться у нас это болезнь в стране с мостиками кстати классное ограждение много где будет на трассе и ветра мучили миск классная в плане ночью ехать здесь можешь дальний врубатель никого по той полосе нету и ты не слепишь встречный единственный минус бывает летом когда ты едешь и солнце вот сбоку рассветит и она так бом-бом-бом мерцает тебя прям это раздражать начинает а так хорош что ты поворот на черкасску небольшой населенный пункт село или деревню здесь психбольница есть действующая и огороды людей здесь проезжали ну психбольницы конечно там она огорожена все но пациенты иногда на трассу выходит тут осторожнее заправки лукойл это кстати излюбленное место гаичников тут постоянно стоит я удивлен что сейчас не стоит живое и я цены не успею посмотреть да за фор это я стараюсь он 687 95 сколько там 50 157 такая заправочка есть добрыния но это комната а по той стороны вроде есть пластыница вроде бы не знаю ну что-то построили мотыль да написано есть значит в общем с этих мест начинаются озерные темы места отдыха много магазин да челябинская область это тема и горы и озера есть и равнины есть все есть заезжаем поворот на знаменку это рыбацкое место видите тут рыбацкий магазин можно пить все для рыбалки закупиться и сразу же вон там большой водоем большого озера я так понял тут мурмоши еду что-то для рыбы подкормку продают и уже кстати солнце начинает прибегать поворот на снежинск да мы сейчас заедем за родителями но не за кпп уже на такси приют мы заберем город то закрытый ну и потом дальше продолжим поворок поворот тупоку богоряк раньше там вот и так был его убрали то есть известная шашлычка вместо нее пока ничего не поставили ну и там дальше поворот на косле поставили светофор теперь удобно стало пробок надеюсь этим летом уже не будет потому что многие кто ездит на озера здесь много то есть на озер раньше попав пробках стояли больше сюда повернуть не могли на час с помощью светофора ситуация изменится в лучшую сторону да увидите поворот табличка и поворот и светофор заправка газпром цена кстати уже меньше 92 44 35 95 48 25 и есть электрическая заправка здесь она автоматизирована без диспетчеров на другой стороне с магазинчиком но цены дороже уже челябинская область цены снижаются метров 30 нового участка дороги которые в том году построили и он прям очень и ровный и хороший одно удовольствие так что знак заснимем вам смогли ориентироваться по карте челябинск поворот на коробку разворот на екатеринбург треноги не ставят но тут постепенно все больше и больше таких на столбах камер кстати тут плохо со связью что мтс что мегафон плоховастик голове вот в этом районе ну ближе к челябинск уже будет лучше не километра до челябинска дорога пока так же хорошая в принципе безъем только уже все более зелено здесь едем уже на юг плюс 16 градусов градусы повышаются мы берем уже полноценный лист 50 километров до челябинска и тут я смотрю вдалеке что фора там объезжала какие-то заплатки большие видимо плохие чем будешь меня варишь обгоняй типа заплатки тяп-ляп понятно почему обгоняет ну вот первый участок этот старый дороги даю давно не делали но так дальше опять нормально газ пропам пропам 1798 а тут почему цена проезжаем реку теча проезжаем реку теча до сих пор след радиация радиус свой там они работают карасы чудо дают ли им талоны за вредность так 46 километров до челябинска тут камеру установили ну и знак есть вот где-то на столбе она висит а вон на втором столбе ранее не было на 90 и по этой стороне и по той стороне обе стороны засеянные поля но что-то давно заправок не было сто лет где-то по близости должна быть для спрома дорога все-таки нормальная там вот единственный участок где заплатки плате лежали и все пока все хорошо до челябинска по правой полосе какие-то трамплин еще появились тоже заплатки даже есть дырочки маленькие левая полоса более-менее да видно тут какой-то ремонт сделали но видимо в том году и плохой ямочный так стояночка тачечки какие-то висит при этом дорогие тачечки автобус перестроился налево значит справа биде ну да еще один участок не очень дорог зажрались скажете да раньше мы здесь ехали я помню лет десять назад тут вообще блин все в дырах было колеса теряли только так а сейчас уже за платочкам жалуемся вот она приухаешь хорошим так заправочка газпром нефть 92 44 60 95 49 значит с магазином с таулетом со стояночкой и по-моему газик а нет дизель наверное отдельно продается газик нефиг знает ну ладно так заправка газпром кстати одна из немногих которые ужасный туалет оказался ну я сам не ходил нет доложили двое участников двое посетителей поэтому видимо на этой заправке не очень указывает на туалет но обычно газпром все круто едем дальше главный поворот тут кстати камеру установили на 70 вот она где-то здесь кто-нибудь видит камеру ну короче она есть вы ее не видите но она есть и там дальше еще будет кстати навигатор их знает показывает раньше здесь не было и раньше тут могли под 120 нестись люди на повороте но кстати поворот такой достаточно опасненький затяжной где камера нету камеры ну вот сейчас будем ее проезжать блин где камера реально где камера ребят конкурс найдите где камеры а вон камера висит да он неправильный навигатор просто показывает вот они висят и дальше за муском еще камеру показывает да тут понавесили понавесили блин приближаемся к Челябинску до него осталось грубо говоря километров 6-7 дорога здесь хорошая но здесь тоже понаставили камер будет табличка въезда в Челябинск и надо будет ехать 60 рапан 17-40 ну все здесь уже заправки поля заводы теплицы и так далее то есть тут уже инфраструктура начинается рядом с Челябинском тут нет смысла снимать дорогу сама по качеству хорошую говорю только ограничение по скорости камер а там у нас макфор макфор который делает вот на этом все мы уже вам с родителями едем спасибо кто смотрел вот такой участок дороги на 6 мая 2023 года подписывайтесь на канал все обсуждения в комментариях всем удачи пока-пока до связи